Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Западной Армении продолжаются лесные пожары. Ожидается, что более 70 всемирно известных космонавтов, инженеров и ученых примут участие в фестивале Стармус, который состоится в Армении. В конце года назначено восьмое заседание армяно-российского межрегионального форума. 357 из каждых 100 тысяч жителей Турции и Западной Армении в том числе находятся в заключении. Баку уже объявил об 11 тысячах жертв. Печера Себастья и Западной Армении также пострадала от засухи. Сегодня в Армении день знаний. Пожары продолжаются в разных частях Западной Армении в районе Багеша, курортной зоны Бузлумпар, провинции Дерсим, Хозад и долины Пулумур, где пожар возник в результате боевых действий, а пожар в долине Рос не потушен. Пожар, начавшийся 15 дней назад в Хозадском виллоете, местами продолжается. По информации, полученной от граждан, принимавших участие в тушении пожаров в долине Манзур, провинции Дерсим, лесной пожар, начавшийся 3 дня назад, находится под контролем. Из-за пожара в курортной зоне Бузлумпар, города Багеш, возник пожар на высоковольтной распределительной линии. По сообщениям СМИ, личный состав военной базы, находящейся в зоне лесного пожара, эвакуирован. В сентябре 2022 года планируется организовать Стармус-фестиваль «6. 50 лет на Марсе». Он организован под названием «50 лет на Марсе» и посвящен 50-летию первой высадки на Марс в 1971 году. Советский Союз высадил на Марс аппарат «Марс-3», в котором находился марсианин, армянского ученого-инженера Александра Камурджиана. В видении фестиваля Стармус создавать новые форматы и возможности для молодого поколения, вдохновлять их стремление к приобретению новых навыков, повышать уровень распространения знаний и обучения, делая их доступными для всех. Фестиваль Стармус в Армении очень доступен для студентов, школьников и всех граждан в целом. Планируется, что в пятидневном фестивале примут участие десятки тысяч граждан и гостей из-за рубежа. В фестивале примут участие более 70 всемирно известных космонавтов, инженеров, ученых, а также лауреатов Нобелевской премии. Один концерт будет организован с участием суперзвезд мировой музыки, а другие концерты с участием еще пяти звезд с мировым именем. В преддверии фестиваля Стармус в Армении организаторы планируют провести презентации и пресс-конференции как минимум в четырех мегаполисах мира. В конце года намечено восьмое заседание армяно-российского межрегионального форума. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзаяном. «Мы за укрепление наших деловых отношений, активизируя связи между представителями бизнеса и регионами России и Армении. В этом плане у нас есть действенный инструмент – двусторонняя межрегиональная конференция», – сказал Лавров. Министр иностранных дел Российской Федерации надеется, что конференция состоится вне зависимости от эпидемической ситуации. Кроме того, по словам Лаврова, стороны готовятся к 7-му армянно-российскому молодежному форуму в 2022 году, 30-летию установления дипломатических отношений, а также 25-летию двустороннего соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. За последние шесть лет в Турции было открыто 127 новых тюрем, количество из которых занято в Западной Армении. Количество новых тюрем, открытых за последние 16 лет, составляет 228. Турецкие власти останавливаться не собираются. Несмотря на то, что Турция уже является абсолютным лидером в Европе по количеству заключенных в тюрьмах, в стране строятся новые тюремные учреждения. Сегодня 357 из каждых 100 тысяч человек в Турции находятся в тюрьмах. Тюрьмы нынешней страны могут вместить 251 088 человек. Но по состоянию на июль 2021 года количество заключенных в тюрьмах составляло 287 716 человек. Кроме того, 274 816 заключенных – мужчины, 11 720 – женщины и 1630 – дети. Решением правительства Баку в 2021-2025 годах семьям погибших и раненых будет передано 11 тысяч квартир. Баку скрывает количество погибших и раненых, но эти меры постепенно выявляют реальные потери. По оценкам международных военных экспертов, потери Баку в войне 2020 года достигают от 20 до 25 тысяч человек. Алиев заявил, что если бы война не была остановлена 9 ноября, потери были бы больше. Другими словами, если война продолжится даже в условиях оккупации Шуши, Баку может потерять свою армию. Эта тема постепенно выходит на первый план, что может пролить свет на многие обстоятельства войны. Загадочная пещера у озера Хафик в двух километрах от центра района Хафик в провинции Себастья Западной Армении также пострадала от засухи. Уровень воды в пещере, которая использовалась цивилизациями в этом регионе в качестве пути эвакуации много веков назад, упал как никогда. Много говорят о пещере, которая должна быть связана с озером Хафик, и это требует доказательств. Самый распространенный слух заключается в том, что армяне, живущие в этом районе, использовали коридор как туннель для эвакуации во время геноцида. Насколько далеко простирается пещера, неясно. Уровень воды в пещере, которая когда-то была полностью заполнена, теперь упала вдвое из-за засухи. Озан Дурук, житель Хафика, описывает пещеру следующим образом. Говорят, что армяне использовали его как проход или путь для побега. Люди утверждают, что отсюда можно проплыть 10 километров. Есть ли другой выход из пещеры, я не знаю. 1 сентября отмечается в Республике Армения как День Знаний. В этот день все учебные заведения открывают свои двери для тысяч студентов. На протяжении веков знания и образования вносили большой вклад в историю армянского народа, богатую культурой и традициями. Многие дети армянского народа своими знаниями и профессией совершили прорыв в различных научных областях мира, оставаясь уникальными и независимыми в истории. Многие народы не имели собственного алфавита. Армянский народ имел свой алфавит в 405 году. Благодаря мастеропу Маштоцу. Образование и просвещение – это самая важная пища, которая питает и обогащает нацию и дает права граждан на международной арене. И поэтому Западная Армения поздравляет армянский народ с Днем Знаний. Желает успеха в новом учебном году. Желает, чтобы ни один армянин не остался без образования и просвещения. Дарья для вас, Саксакян. Сронкий криво. Саксакян. 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 Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Саксакян.